Моя Родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Добрый день, друзья! Мы опять в саду Железова. Участок, прикупленный в 2015 году, превратился вот в такие вот заросли. Посажены густо, слишком густо. Причина банальная, даже этой земле не хватило испытать новые сорта. И не только новые сорта, но и новые методы. Вы сейчас скажете, что-то Валерий Константинович сам голову морочите, явный абрикос. Вот он, вот он, вот он, вот он, и вдруг под ним лежит последняя сливка. Вот она, вот. А вот еще одна. Один из всех, кого я видел по саду, назвал вот этот вот мумифицированный плодик. Знаете как? Ой, сейчас скажу. Чахоточный. А то, что были путни, вот смотрите, вот они были, видите? Они отворили сами, я собирал земли. Почему? Чтобы вот здесь, когда отрываешь, вот здесь отрывается, вот здесь отрывается, и получается ранка на дереве. Итак, что мы видим? Мы видим сливу, сливу венгерку, венгерку богатырскую на абрикосе. Как это случилось? Есть о чем поговорить. Смотрите, я ничего не выдумываю. Итак, это абрикос на абрикосе. И что мы видим? Мертвое. Это, что здесь написано? Ага, Петр Великий, абрикос на абрикосе. Что мы видим? Мы видим, в общем-то, довольно чахоточный. Он прижился, да. Он заложил цветочные почки, вот они. И все-таки это чахоточный. То есть, даже вероятно, что это все-таки Херсонская область, что он доживет до весны, и уже нету. Смотрите. Не внушает, и это так, не внушает доверия. И вдруг, а, кстати, еще одна прививка, но я сейчас уже не скажу, что это такое. Опять не при дела. И вдруг, о чудо! О колдовство! Мощнейшее! Смотрите, еще раз, смотрим издаля. Итак, мы видим абрикос. Абрикосов. И вдруг, вот с этого момента, вот они, листья уже, вот эти зеленые листья, это сливовые. Это листья венгерки. Итак, она была вживлена. Специально подробно говорю. Вживлена. Одна пошла, вторая мертва. Видите? Еще раз. Одна пошла, вторая мертва. Вот эта вот не пошла. Но та уже так мощно пошла, что за два года, за два лета, она полностью захватила и даже чуть ли не обгоняет абрикос по толщине. Полностью вот это все она за это, затянула. Итак, смотрим. Первый год был вот такой. Вот такой, вот такой, вот такой. И закончился тут. Вот здесь вот, вот здесь. Видите рано? Это я отрезал весной этого года. Вот. И рискнул. Думаю, замерзла, не замерзла. А многое зависит от биологической совместимости. Если она не полная, то замерзает напрочь не в 40 градусов, а в минус 10, минус 20, минус 30. Все не полные. Но, как видите, отрезал. И где сейчас эта веточка отрезанная? А мы уже с вами ходили, вспоминаем. Мы с вами ходили вот по этому саду и видели. А что случилось тут? Есть всего. У меня есть даже, есть уже, вот там уже третий год. И мы собирали с вами плоды. Я их жевал, а вы сегодня глотали. Было? Тоже на абрикосе. А вот это все второй год. Один год. Вот еще раз. Вот до этого места. А теперь смотрите приросты. Полтора метра, видели? Мощнейшие приросты полтора метра. И на этом участке были уже плоды. От них остались. Вот они. Вот они, вот они, вот они, вот они. Это называется эти самые. Как? Во. Все, старею. Вот. И тогда получилось, что, значит, именно, несколько попыток сделано. Мертва, мертва, полужива. Абрикос на абрикосе, полужив. А слива на абрикосе дала шикарнейшие приросты. Урожая на второй год. Ну, пусть десяток. Но мы уже с вами пробовали. И вот эти вот мощнейшие приросты говорят о том, что здесь случилась практически полная биологическая совместимость. А вы теперь скажете, как же так, Олег Алексеевич? С первой попытки. Сами говорите, надо несколько поколений. Да, открываю величайший секрет. Это вторая попытка. Вот. Со второй попытки уже стало лучше, полноценнее. И фактически завершен процесс биологической совместимости. Вот. И еще раз несколько добрых слов про Чернобаева. Леонида Дмитриевича. А это он. Самое. Решил меня покоя. Несколько лет назад продемонстрировал мне прививки. Синий. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот такой вот. Слива. Но это, извините, тоже чахотащая. Не обращайте внимания. Я же их побрезгал собирать. Вот. Вот такой цвет, а. Так. Значит. И у него получились ярко-розовые. Как? Он привил на абрикосы. Не на какой-нибудь, а на культурный, на бай. И тогда я впервые узнал, что на самом деле я не мог все попробовать. Я привал на абрикосы на сливы. Я привал сливы на абрикосы. У меня были неудачи. И вдруг венгерки, венгерки оказались совместимыми. Доказал это Чернобаев, и я тогда лишился покоя. Я уже показывал десяток таких прививок с плодами. Вот. Теперь что придет опять? В чем отличается от обычной, как это называется, селекции, отличается моя. Обычная селекция вы знаете. Папа, мама. Вот. Да еще надо угадать, чтобы это, какой из сыночковых надо сотни вырастить. Повторит качество второй раз, третий раз. И повторит ли, и не потеряны ли годы. А здесь прививка это год-два плоды. Год-два плоды. Вот. Очень быстро раз. Совместимость проверяется каждый год. Значит, что я буду делать? Если бы кто-то из селекционеров все-таки серьезных занимался бы прививками, почему я скажу, занимался бы? Потому что они занимаются. И почти. А и тогда, то есть занимаются это, скрещиванием. И тогда получается, что можно до бесконечности брать судачного дерева, переносить со сливы на абрикос, потом снова с этой же сливы на абрикос, с этой же сливы на абрикос. Нет. Вегративная гибридизация, это, в частности, направление железа, называется наслоение метра. Я второе поколение вырастил, с первого на второго, со второго на третье. Теперь возьму вот это, вот это, вот это. И снова привив на абрикос. На какой? Ой, знаете, сколько у меня тут удачников, не удачников? Ужас. Смотрите. Дело в том, что если у меня абрикосы не принимают абрикосы, а такие вещи случаются, новые сорта их надо. Когда-то я сделал 40 прививок королевского на 40 этих сеянцев. 39 были мертвы. Вот это было начало. Каким чудом я не пустил руки. Теперь я могу, раз у меня получили шикарнейшие, до 70 грамм сливы венгерки, вкуснейшие и так далее. И их новая родина, жизнь не на сливах, а подвоем служат абрикосы. Тогда я вот эти веточки возьму. А вот это, казалось бы, неудачник. Вот это я год потерял, не прижилась, не прижилась. Что же это творится? А вот сюда прекрасно привьются кто? Сливы. И это будет новое направление. Вегетативная гибридизация. Раз. Направление железового дослояния метра. Два. И пока буду жив. Вот, пожалуйста. То же самое. Сколько у меня возможностей? Сколько? Чуть вижу ветку почти вертикальную. Готов прививать один к одному. Лучной капулировкой. А вот видите как? Думаете, все. Ой, сколько у меня этого добра. Посмотрите, вот молодая абрикос. Видите? Вот. Кстати, Дар Небес называется. Вот. А здесь, что-то у меня здесь есть, интересно. Ага, смотрим. Ага, смотрим. Мне, правда, не хотелось бы отвлекаться. Так, что же мне бедному делать-то? Нет, отвлекаться я не буду. Я каждый раз вывожу сам себя в сторону. Вот. Опять абрикос. Представляете, какие возможности? Почему мне не заниматься третьим этажом? Просто третьим этажом. Так. Давайте глянем. Как использовал третий этаж? Мертва. И, о, чудо, жива. Но это ей всего, вот этой веточке ей всего один год. Вот она прививка. Видите? Каждая ленточка говорит, что здесь была сделана попытка привить. Ну, еще походить по саду. Ой, так. Еще походить по саду. Везде лежат ведра, ведра высыпаны. Семечки были собраны. Собраны семечки. Сгноил огромные, даже огромные плоды. И, вот видите, ради семечек. Но пока у меня полный паралич. Первый год у меня полный паралич. Не нужные, не скромные, но подвой. Вот они. Не шикарные. Как они собственные. Вот это горько говорить. А это что у нас? Везде, где белая ленточка. Вот. И вдруг, опять, когда новыми сортами занимаюсь, получается вот такая картинка. Смотрите. Вот он и мертвый рядом. Видите? Вот. Вот. Почтительный удачник. И вот он, вот он, вот он, вот он. Удачник. Вот он. Мощное деревце. Совершенно новый сорт. Вот. Кажется, бараковская. Значит, бараковская, это значит, красно-мясная груша. Ну, будем ждать на следующий год урожая. Уже. Вон они, плодовые веточки. Ну, это-то я, надеюсь, доживу. Всего год надо, чтобы попробовать. Потому что никогда у меня не было красно-мяса. Я даже не знал. Нет, хороший человек прислал мне эту самую, такую прививку. Прививки. Сделал я прививки. Ну, в общем, пожалуй, А еще хотел показать тоже. Мощная прививка получилась. И опять сливы на абрикосе. Ну, как же он показывает, когда они уже не плодоносятся. То есть, уже отошли. Вот, видите? Две прививки. Обе живы. Здорово. И плоды вы уже пробовали. Для чего еще раз показываю. Вот самая ценная вещь, это когда на абрикосе уже слива привилась. Прижилась. Теперь берем вот сюда веточку. И сделаем следующее поколение. И каждое следующее поколение еще будет больше. А на абрикосе... Вот. Ладно, Чернобаев тот на культурные привил. Добился успеха. А у него трехэтажный. Вначале идет декарь. Потом привитый. Вот. И вот это чисто не декарь, а крайне собственные манжурские. Результат, видите? Неудача, неудача. Я по второму разу показываю. Полуудача. И вдруг, вот он, красавчик. Ух-ух-ух. Вот так и получается. Удалось доказать, что сливы венгерки. Ну, ладно, еще одну покажу. А вот, жалко, плодов уже нигде нет. Сливы венгерки настолько хороши, что именно как привой на абрикосах, что просто удивительная совместимость. Какое это чудо. Ну-ка. Вот такими вот побрезговали, вот такими вот. А то подумайте, что это полноценное. А вот этот еще тоже мелочь. Поэтому и не собрали. Это остатки была русскошь. Еще одна. Вот она. Это уже получше. Вы поняли. И так на Манжетских абрикосах сливы получились вот такие вот. И еще раз. Каждое следующее поколение. Что здесь написано? Здесь написано Ника. Ага. Черносливника. Вот. Еще одна. Еще один вариант. Это когда не только венгерки, но я чернослива отношу тоже к венгеркам. Поэтому они тоже хорошо совместимы. Итак. Декаль, не декаль. Но это не привитый Манжетский абрикос. Результат вы видели. Я тут собрал пол ведерка. Уже второй урожай слив. Ну что, заканчиваю этот разговор чем? Будущее сибирских. Санасливы, они ведь не эти. Венгерки, они не самые марацойкие в мире. А вот Манжетский абрикос самые марацойкие в мире. Получается, их судьба или третий этаж. Вначале идет Манжуэц. Он привитый. Вот, пожалуйста. Он привитый. Вот, видите. Вот. И третьим этажом мы имеем уже вот эту вот самую сливу черно... Нет, венгерку сливу. Так. Третьим этажом один вариант. Или это самое... Третий вариант это когда идет Манжуэц, потом культурный. Я вам такие показывал. там вот у меня есть прививка на... это самое... на Дали Небес и есть прививка на Фаине. И прекрасно себя чувствует. То есть, варианты какие? Слива на сливе. Есть у меня такие. Слива на абрикосе в Манжурском. И слива третьим этажом идет уже венгерка, все. Слива третьим этажом идет уже вот, пожалуйста, еще... Ай, вот еще одну нашел. Ой, ура, вон она. Еще одну нашел. Ну-ка, тут плодов нет под ней. Ах, что ты? Ну, съели. Итак, еще вот одна венгерка. Смотрите, посмотрите, как привита. Я вам еще не показывал ее. Видите? Так, здесь прививки были две. Обе пошли, но одна пошла получше, а другая пошла похуже. Смотрите. Но это значит к чему? Каждая почка, почки рознь, у нее каждая своя задача. Вот это была ростовая почка. Посмотрите, какая она вымахала. За один год вон туда уходит. За один год подчеркиваю. А вот вторая. А это, ну, как бы ее назвать-то? Ну, не главное, скелетная. Вот это вот можно считать, ну, она тоже скелетная, но она по мощнее просто. В два, в три, в четыре раза мощнее. Но тут прижились обе, а то я вам показывал, одна прижилась, другая нет, одна прижилась, другая нет. Вот, ну, в общем, где-то такая картина. Жаль, что плодами вообще не могу угостить. Так, где-то там показывал, валяется, троечка. Все. И тогда окончательно или слива корнесобственная, у меня есть, вот эти 70-граммовые я собрал, отдельно есть сливы розовые от Чернобаева, их тоже можно посадить косточками. И, кстати, несколько человек уже отсчитались, сливы именно венгерки, именно венгерки, практически не теряют вкусовых качеств, не теряют размеры, будучи доведены до плодоношения. И так получается, венгерки корнесобственные, из косточки, раз, прививки венгерки на манджурские абрикосы, два, и показать еще. Так, у меня осталось меньше полторы минуты, и он отключится. Так устроен мой этот фотоаппарат. Вот, то есть, второй момент, венгерка привитая сразу на манджурца. Вот, тут сложнее, немножко, там, меня, кажется, второй мертвый, но все-таки хороши. А третьим этажем уже получше, особенно, когда я брал уже ветки венгерки, венгерки, привитые на абрикос, то есть, второе поколение. Вот, пожалуйста, Паина, Паина, смотрите сюда, прививку видите, осталось 40 секунд, прививку видите, и опять смотрите, вот мертвая рядом, не каждая идет, но эта, посмотрите, как пошла. Я вам показывал, как я с нее собираю плоды, по-моему, Елена Александровна Савинича собирал, да, с ней, смотрите, какая мощная, вот, но тут уж что, тут уже третий год, тут уже надо было, чтобы она была вся в плодах, вот, еще раз показывал второй фильм, а, еще, по-моему, с Тимошкой, когда остались еще много на нем, Тимошка собирал, Тимофей Николаевич, будущий Желинов, надеюсь. Все, заканчиваем разговор, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok, Продолжение следует...